Наш мир меняется и меняется так, что основным богатством становятся не природные недра, не здания, а люди, их творческий потенциал. Заявил сегодня первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, приветствуя участников форума Таврида. Этот форум проходит в Крыму под Судаком, участвуют молодые деятели культуры и искусства со всей страны. И вот в частности для развития культуры приняли решение о создании в нашей стране единой сети арт-резиденций. Что же это такое? Это некие креативные пространства, в которых люди разных возрастов могут собираться и творить. Конкретно на примерах. Вот в Тамбове запланировано строительство арт-резиденций «Гараж». В ней будет трансформируемый зал на 500 мест, образовательные студии, зал для совещаний, производственный цех. А в Иваново в креативное пространство превратили вокзал. То есть гости региона попадают в особую атмосферу творчества, буквально сойдя с поезда. Программу развития региональных арт-кластеров совместно с Университетом креативных индустрий Таврида запустили в 2019 году. Участие в ней приняли 14 российских регионов. Их команды прошли интенсивное обучение у специалистов по разработке и продвижению креативных пространств, экспертов в области арт-резиденций и формирования творческих сообществ. Мне кажется, очень правильно, что регионы не делают это под копирку и по шаблону, потому что вижу, что в каждом регионе у арт-резиденций есть свое лицо, есть свои особенности, поскольку в каждом регионе есть свои культурные традиции. Это здорово и очень важно. Нам нужна единая сеть, но это не должна быть такая, знаете, сеть культурных Макдональдсов, которые под копирку сделаны в каждом регионе. Очень ценно, что они разные. Очень ценно, что они сами по себе продукт креатива и творчества людей, которые работают в регионе. Считаю, что это абсолютно правильный подход, и мы его готовы поддержать. Единственное, что должно быть общим, общим должна быть возможность работы в этих арт-резиденциях людей разных возрастов. Участниками сегодняшней встречи стали 20 команд арт-резиденций и экспертная комиссия. Кроме того, на защите присутствовали в оффлайн и онлайн главы регионов, участников программы. Представленные проекты очень разные. Каждая команда смогла подчеркнуть особенности своего региона, выделить преимущества и определить, что называется, свой конкретный культурный код. Сегодня по итогам защиты экспертная комиссия определила пять наиболее перспективных проектов. Они получили суммарную грантовую поддержку в размере 35 миллионов 600 тысяч рублей. По 7,5 миллионов рублей получили республики Татарстан, Башкортостан, Ивановская область и Ставропольский край. Ну а грант в размере 5,6 миллионов рублей достался в Тюменской области. Я уверен, что это может быть очень хорошим таким драйвером для развития нашей страны, потому что талантливых людей у нас очень много, креативных людей много. И очень хорошие точки роста и точки придержения для регионов, потому что молодежь, к сожалению, часто уезжает, а так у них есть возможность оставаться. Более того, я надеюсь, что в эти места молодежь будет еще и приезжать из других мест. Но это то, что просто требует сегодняшняя жизнь. И те проекты, которые были представлены, ну вот меня они вселяют оптимизм, что все получится, потому что они действительно яркие, интересные, живые и сделанные, самое главное, самой молодежью, самими ребятами. Как выглядит креативная индустрия в России сегодня? Какова ее миссия и потребности? Центр городских компетенций, агентство стратегических инициатив и команда дизайн завода «Флакон» выпустили книгу руководства по развитию креативных кластеров в России. Она размещена на краудплатформе 100 городских лидеров. В основе многолетний практический опыт, а также исследование потенциала по организации объектов в городах. Кроме того, агентство в этом году поддерживает строительство четырех креативных кластеров в Калининграде, Якутске, Черноисточинске и Сысерте. Две площадки уже работают, еще две будут запущены в конце года. И еще в октябре в Сочи пройдет форум сильных идей для нового времени. Авторов идей по организации городских творческих пространств там тоже ждут. Зачем, да, и что это дает региону? Ну, в первую очередь, возможности создать у себя такую точку роста для экономики, как креативная индустрия. Потенциал есть, компетенции есть. Важно теперь научиться это капитализировать и работать с этим. Для молодежи это, безусловно, там, компетенции, знания, когда они понимают, как это можно в том числе продать и коммерциализировать. Ведь у нас проблема в чем, что иногда бывают очень творческие, интересные проекты, талантливые. Но мы не можем это представить не внутри страны, может быть, а тем более на глобальном рынке быть конкурентоспособными. Я напомню, что форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. Сегодня это крупнейшая площадка для творческой молодежи. Кроме того, в бухте Капсель строится арт-резиденция «Таврида». Это комплекс с капитальными зданиями, который позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Важные слова участникам «Таврида» на этот раз сказал и российский президент. Он направил приветствие. Отметил, что из-за пандемии коронавируса не все желающие смогли попасть на форум. Но выразил уверенность, что в дистанционном формате все смогут поучаствовать. Для этого созданы все условия. Эти вложения в развитие культуры вовсе не затратная статья бюджета. Это инвестиции в развитие нашей страны.